Меня зовут Надежда Николаевна, я работаю на кафедре зоологии беспозвоночных Биологического факультета МГУ И занимаюсь я грудководными червями и гестементиферами И даже в моей лекции сегодня немножко о них упомяну Лекция посвящена сегодня гидрофермерным сообществам Это такие восстановительные, глубоководные, экстремальные экосистемы Вкратце, что такое восстановительное сообщество? Это сообщества, в которых имеется два слоя, две компоненты Есть компоненты кисленная ровная и восстановительная анаэробная И есть всегда бактерии, огромное количество бактерий Которые осуществляют связь между двумя компонентами То есть, собственно говоря, они осуществляют окисление восстановленных веществ И основными восстановленными соединениями в этих системах Объявляющиеся водород, метан И недавно еще показали, что водород Восстановительные сообщества бывают самые разнообразные К ним относятся гидротермальные источники Так называемые горячие флюиды, которые встречаются на больших глубинах Так называемые глюкодородные просачки К ним также относятся, еще их называют, сипами Они более мелководные и характеризуются наличием толстого садка В котором содержится высокая концентрация метана Также к восстановительным сообществам относятся кости различных позвоночников Которые гниют И беспозвоночные животные существуют на вот этих гниющих остатках Их перерабатывают И извлекают из них энергию И существуют за счет нее И, кроме того, имеются другие источники энергии Восстановительные энергии К ним относятся захоронения органики Например, если затонул какой-то корабль Он был сухогрузом, он перевозил огромное количество бобов И вот эти гниющие бобы являются источником органики Какие-то различные сильно стратифицированные бассейны Например, кто-то из вас был на Черном море Вы знаете, что там очень на дне толстый слой сероводородного осадка Это тоже восстановительное сообщество Также относятся различные зоны от Феллинга и Фьорды Мы будем говорить сегодня о гидротермальных источниках Но прежде всего, прежде чем перейти к этим необыкновенным полазисам Сначала я расскажу вам о глубоководном сообществе Что собой представляют абиссальные долины Считается, что на дне, на больших глубинах жизни нет Она слабо разна Там очень низкое содержание питательных органических веществ И единственные какие-то органические вещества, которые туда попадают Они оседают с поверхностей Вы знаете, что вся первичная продукция, которая продуцируется Она может существовать только за счет фотосинтеза За счет энергии Солнца И свет проникает только до 200 метров Соответственно, все питательные вещества, которые образовались на поверхности На прослойках 900 метров Они образуются только там наверху и только там употребляются И только небольшое количество этих питательных веществ достигает дна Поэтому их содержание очень низко Дно покрыто илом Это такой мягкий ил В основном это кремниевый ил или карбонатный И происходит он из раковина таких простейших форминифер А также от затонувших простейших радиолярий Которые обитают в толще воды И диатомов отраслей Осадка накопления идет очень медленно Несколько миллиметров, сантиметров в тысячу лет В целом, там некоторые физические параметры Глубина составляет больше тысячи метров В среднем около 3000 метров Вы знаете, что при опускании на каждые 10 метров Давление вырастает на одну атмосферу Соответственно, если глубина больше тысячи метров То и давление будет больше 100 атмосфер Соответственно, в среднем будет давление около 300 атмосфер Довольно высокое давление Температура воды уже при глубине ниже 1000 метров Если 1000 метров опуститься, то она будет уже меньше 5 градусов И в среднем на глубине температура составляет 1-2 градуса Течения очень слабые, незаметные Соленость, как во всем океане, примерно 35 промиль То есть это, если вы знаете, я на всех еще напомню Что промиль высчитывается в содержании грамм соли на килограмм воды Содержание кислорода очень высоко Считается на уровне насыщения Связывается с тем, что поскольку животных на вот этих больших глубинах очень мало Поэтому и потребление кислорода очень небольшое Поэтому кислород накапливается там и содержится в больших количествах Света нету Но есть какие-то частные случаи, как иеремистенция, которая проявляется на этих глубинах И вот в этом толстом осадке ила обитают очень мелкие организмы Различные плехет или многочетинковые черви Моллюски, творческие моллюски, брюхоногие моллюски, торгообразные Вы видите, что они очень маленького размера Тут принесена в качестве масштабной линейки Имеется вот эта монетка 1 цент Но, тем не менее, встречаются редкие крупные организмы Например, такие организмы, как иглокожие, являются самыми типичными голодными представителями К иглокожим относятся морские лежи, морские звезды, морские лилии Также встречаются такие морские огурцы или галатурии И видите, что у них у всех есть некое приспособление Они используют свои выросты, свои руки для того, чтобы перемещаться на этом глубоком песке Каким-то образом передвигаться и не тонуть в нем Помимо этого встречаются очень редкие, необычные животные Например, есть хищные губки, которые потребляют разных оркообразных Есть, встречаются различные кораллы, очень часто наболочные губки, восьми лучевые кораллы Бывают такие оболочники, это фильтрующие организмы И довольно сложно жить на... Как вы понимаете, фильтрующий организм, он фильтрует через себя воду Ему будет сложно обитать на дне и засасывать мелкил Поэтому у него имеются такие выростые стебли, на которых он поднимает себя на дно И имеются даже такие необычные, простейшие, это форминиферы Они огромные, большие, которые тоже придвигаются на дно То есть на больших глубинах, тем не менее, встречаются какие-то отдельные, необычные животные И по сравнению с этими общей фоновой ситуацией, где такие отдельные какие-то животные В ней встречаются и редкие какие-то падальщики, и редкие хищники, которым сверху достаются какие-то отдельные вещества Гидрозермальные оазисы представляют собой буйство жизни Они характеризуются очень большой продукцией, они характеризуются большими биомассами Все животные, которые обитают, они быстро растут, достигают крупных размеров Как так получается? За счет чего они существуют? Океаническая вода в местах тектонических плит Вы знаете, что вся наша земная кора разделена на отдельные тектонические плиты И в местах столкновения этих плит образуются зоны, характеризующиеся множеством всяких трещин и разломов И океаническая вода входит в этих разломов, она проникает через трещины под кору Опускается под кору и оказывается в магматическом слое Здесь она насыщается множественными газами, тяжелыми металлами В основном из газов это сероводород И дальше начались отдельные отдельные отверстия по центру этих разломов океанических плит Вырываются единым потоком наружу И вот эти потоки называются флюидами Они вырываются и характеризуются большими концентрациями ядовитых соединений, сульфидов Сульфидов, тяжелых металлов Характеризуются большим давлением, поскольку это большие глубины Характеризуются высокими температурами, достигающими 300-400 градусов И когда тяжелый флюид, горячий, отказывается на поверхности воды Он мгновенно смешивается с окружающей океанической водой, которая холодная, как вы уже знаете, 1-2 градуса И мгновенно происходит саждение вот этих сульфидов, поскольку они охлаждаются в положенном состоянии Они не представляют собой распора, а это отдельные элементы, это уже лута Некоторые соединения, например, как сульфид железа, имеют черный цвет И поэтому вот этот флюид, который вырывается наружу, он имеет дым и флюидуется черным цветом И такие флюиды назвались черными курильщиками от того цвета, который они производят И знаковый, как встречаются другие белые курильщики Здесь вот соединение в основном уже не соединение сульфид железа, а сульфидоцинка Вот там сульфидоцинка в осажденном виде имеет белый цвет И вот курильщик протезует белый цвет Как я сказала уже, что гидермальные сообщества, они ассоциированы с местами соединений титанических плит Вот здесь видите множество гидермальных систем, которые ассоциированы с этими разломами В основном это так называемая зона спрейдинга Зона спрейдинга, когда раздвижение титанических плит происходит Например, срединоазлантических хребет Вы знаете центр этого хребета, он расходится в разные стороны И также, например, есть зона субдукции Это когда одна титаническая плита подходит под другую Примером у нас служит восточно-тификанское поднятие Здесь происходит опускание одной плиты под другую Изучение этих гидермальных источников довольно сложное И сопряжено оно с использованием сложных аппаратов Пилотируемых аппаратов Внутри них обитают аппараты, которые обитаемы, они управляемы человеком И несколько страны обладают такой уникальной техникой Среди них США, Франция и Япония В России есть два аппарата, МИР Они принадлежат Институту океанологии имени Шершова Перед тем, как используют эти пилотируемые аппараты Используют аппараты дистанционного управления Ну и они автоматически, как-то управляемые с судна Они измеряют химические, физические характеристики воды И они детектируют, определяют какие-то температурные аномалии И предсказывают наличие возможных гидермальных источников Как только они это показывают, дальше используются уже пилотируемые дорогостоящие техники Ее опускаются и человек, сидящий внутри аппарата, исследует, смотрит, какие там виды обитают Или если это биологи А если это геологи, они смотрят, как происходит образование руды Как идет рассадка накопления и так далее Гидротермы, самые первые гидротермы были открыты в Тихом океане В 50-е годы прошлого века И было показано, что все эти источники гидермальные существуют за счет энергии Хемосинтетической энергии, которая производится бактериями Это, как вы знаете, есть отосинтез То есть первичная энергия получается за счет энергии света Здесь же энергия получается за счет химических элементов За счет окисления химических соединений И вот этот процесс окисления осуществляется за счет бактерий А бактерии на гидротермах обитают везде Они могут обитать на постройках Они могут образовываться различные обрастания Маты бактериальные образуют Некоторые из них являются симбионтами Внутренними симбионтами или эндосимбионтами Например, различных животных безпозвоночных И на гидротермах Тихого океана И вообще на всех гидротермах имеется множество видов Но при этом, как вы понимаете, что каждое сообщество содержит в себе некие доминирующие виды Они еще по-другому называются видами-идификаторами И есть какие-то более редкие виды И доминирующие виды на всех гидротермах различных океанов Отличаются друг от друга Например, в гидротермах Тихого океана присутствуют Например, такие необычные черви Это многощетинковые черви, пинхеты Из семейства аминолида Они являются рекордсменами-термофилами Они обитают на непосредственно на постройках В гидротермах постройках Где температура достигает 60 градусов Питаются за счет бактерий Вот эти нитчатые бактерии Которые они выращивают себе на спиной В стороне тела Они ими питаются А также эти бактерии Обеспечивают их термоизоляцией То есть они осуществляют некую такую подушку Прокладку между ассистентом горячего источника И, собственно говоря, телом червя Также на гидротермах встречаются Различные облигантные симбиотные животные Это животные, которые не могут существовать Без внутренних симбиотов Бактериальных симбиотов Вот, например, есть такие Буфлорчатые моллюски Семейство аминолида Это огромные моллюски Они достигают больших размеров Они выращивают бактерии Внутри своих жабр Жабер, то есть они такой огород Из бактерий Потребляют они соединения Они с помощью ноги Которую высовывают из ратвины И дальше соединения попадают на жабры И симбиот окисляют Эти соединения Также на этих гидротермах Тихоокеан встречаются сементиферы Это черви, которые живут в трубках Они тоже являются глигантными симбиотерфами То есть они не могут существовать без симбиотических организмов И имеются еще Час встречаются метилидные Такие бюфлорчатые моллюски Которые могут сочетать между собой два способа питания Как симбиотерфное питание То есть за счет бактерий И они питаются также за счет Обактовенной фильтрации Которая характерна всем бюфлорчатым моллюскам Ученые считают, что В целом Эти ассоциации Витротермальные ассоциации Имеют Некую Зональную Стратификацию То есть есть зоны повышенного давления Повышенной температуры Которые приурочены непосредственно к бюфлорчатому флюиду Чуть дальше от флюида Располагается зона Называется она зона муара Здесь пониженной температуры Около 10 градусов Действительно Эта зона называется муаром Потому что при смешивании сильно горячей воды и сильно холодной воды Происходит такой муар в воде И вот эта зона характеризуется Смешением воды с разными температурами И на периферии источников Характеризуются Уже совсем пониженной температурой Фоновой температурой Которая характерна во всем океане То есть это 1 градус И интересно еще то, что Со сменой температуры С удалением от источника Происходит изменение Происходит смена типа питания То есть если в районе источника Из позвоночника питают существа Которые полагаются полностью на сембиотропное питание То при удалении от источника Происходит смена к обыкновенному питанию Которое противно данной группе То есть если это Дуслорочные моллюски То дуслорочные моллюски будут питаться Как подфильтраторами Если это какие-то хищники То они будут хищничествовать И не будут зависеть от семионов Вот Дистемитиферы, которые обитают в зоне муара Это облигантные сембиотропы Они не могут существовать без В взрослом состоянии Не могут существовать без Хемисентетических, бактериальных сембиотропов И у них нету кишки У них нет пищеварительной системы никакой Нет ни рта, ни ануса Тогда вопрос встает Как же они питаются С помощью своих щупалец Которые обильные Кровосным жилы Вот вы видите Что они такого ярко-алого цвета Потому что очень много Принесных сосудов Они потребляют через эти щупальца Соединения Из окружающей воды Конкретно это Сиродород Это углокислый газ И это кислород И дальше По системе В кровеносной системе Все эти элементы Наставляются во внутренние органы Интересно это Что в кровеносной системе В эстементитере имеется Очень сложный гемоглобин Который Помимо того Что он связывается Как у всех нас Например Человек С кислородом И гемоглобин Также он связывается С сероводородом Вы знаете Что сероводород Это яд Он является Блокатором Дыхательной Дыхательной реакции И Если он будет В свободном виде Содержаться В теле В организме То организм Умер Но У эстементифера Удивительный гемоглобин Который способен Связываться С этим Токсическим Токсическим Веществом В основном Он спасает Организм И Помимо этого Он еще И Доставляет Сероводород К Бактериям Где же Бактерии Располагаются Они Располагаются В специальном Органе Что называется Трофосома Орган Себиотропного Питания Который Занимает Огромный Часток Тела Позже Покажу Себиоты Окисляют Серводород И За счет Энергии Окисления Серводорода Фиксируют Углерод Который Они берут Из углекислоты И Вообще В целом Эти Гетермальные Источники Гетермальные Системы Представляют С собой Экстремальные Сообщества Экстремальные Сообщества Значит Это Короткоживущие Сообщества То есть Они Существуют Какое-то Определенное Количество Времени Примерно Это 7-75 лет И Встает Вопрос В связи С этим Как же Животные Там Существует Если Такое Ограниченное Количество Времени Все Организмы Которые Там Существуют Им Необходимо Как-то Быстро Размножиться Поэтому Все Организмы Обладают Быстро Им Висущий Быстрый Рост Они Быстро Становятся Блодовитыми У них Очень Повышенная Блодовитость К тому же Всех У них Очень Высокая Продукция Очень Хорошо Размножаются А еще Стоит Вопрос Как же Они Расселяются Если Источник Когда-нибудь Потухнет Потухнет Время Когда-либо Это Найдет То Нужно Как-то Освоить Новое Место Обитания Как же Это Происходит Для этого Стали Изучать Жизненные Циклы Двотных Жизненный Цикл У Вестиментифер Очень Похож На Жизненный Цикл У всех Обыкновенных Многощетинковых Червей У них Есть Взрослая Стадия Червя Которого Я вам Рассказала Выписывала И Есть Стадия Личинки Которая Является Расселительной Стадией То есть Это Маленькая Личинка Которая Плавает Толще Воды Затем Она Седает Где-то И Из него Вырастает Новый Организм Но Этот Жизненный Цикл До конца Не изучен Не исследован Потому что Очень сложно Его изучать Дело Чтобы Проводить Какие-то Эмбриональные Исследования Исследования Развития Необходимо Это проводить В лаборатории А в лаборатории Нужно Создать Такие же Условия Как Гидротермия Прежде всего Необходимо Было бы Создать Какие-то Специальные Барокамеры Это довольно Дорого И сложно Нужно бы Создать Соответствующий Химический Состав Все это Довольно Технически Очень сложно Достигнуть Поэтому Частично Специалисты Прибегают К неким Теоретическим Исследованиям К каким-то Теоретическим Моделям Но Тем не менее Что мы знаем Мы знаем Что в них Есть личинка Личинка Лицетотропная То есть Такие личинки Они не питаются Им Моделинский организм Отдает все Запасные вещества Прежде всего Это желток Различные Липиды И за счет Запаса Этих Липидов Живных веществ Которые содержатся В личинке Личинка Существует Соответственно Понятное дело Что когда у нее Запас Израсходуется То она должна Вынуждена Стать взрослым Организмом Поэтому Ученые Высчитали На сколько Дней Хватит Ей Запас Примерно Прикинули Что питательных Лишеств Хватит Примерно 38 дней И за 38 дней В среднем Эта личинка Вынуждена Как-то Троссивиться И достигнуть Следующего Этитомального Источность Дальше Стали В общем-то Смотреть Как эта личинка Как она Мигрирует Как происходит Миграция Поднимается ли она На какую-то высоту Или Над источником Либо она Расселяется Вдоль Вдоль Хребтов И расселяется Вдоль дна В целом Известно Что если Вот этот флюид Поднимается В физике Исследовали Отдельно Характеристики Флюидов Они поняли Что Этот флюид Поднимается До глубины 2300 метров И На этой глубине Происходит Остановка Действия Флюида То есть Течение Оставляется И если Личинка С этим флюидом Выгладит На эту Глубину То она Уже Проблюдает Некую Нейтральную Плоучность То есть Она уже Не будет дальше Вверх Подниматься А будет Вдоль Течение И тогда Следователи Решили проверить Действительно Ли это так Они В 2001 Году Была опубликована Работа Марша Американского Гидробиолога Который С коллегами Сделали Барокамеры Специальные Толстостенные Камеры Держивающие Высокое давление И в них Стали Наблюдать Как же Личинка Будет Развиваться При каких Глубинах При каких Показаниях Давления Выяснилось Выяснилось Что Нормальное Развитие Личинок Происходит При температуре 2,8 градуса И Соответствует Примерно И давление Будет 238-170 Атмосфер При 180 Атмосфер Уже Развитие Замедляется При меньшем Показании Давления Уже Развитие Детлинии И При Брэбрэста Атмосферах Развитие Вообще Не идет То есть Примерно Ученые Показали Что Действительно На уровне Личинки Способны Подняться До глубины 2000 метров Что Соответствует Вот этим Нейтральным Получинским Фуида И Например На этой Глубине 2000 метров Происходит Нормальное Развитие Личинки И Дальше Стало Интересно Посмотреть Куда Может Эта Личинка Распространиться Вот Если У нее 38 дней Ограниченное Развитие Вот Такая Глубина Она Может Максимум Подняться И Дальше Они Применяли Различные Модели Физические Модели Течения И Посмотрели Куда Она Расселяется И В общем Благодаря Этому Они Выяснили Что Может Она Проплыть Примерно 100 Км И Осесть На какой-то Ближайший Источник Который Располагается На Расстоянии 100 Км И Там Осесть И Дать Новый Взрослый Организм Как Происходит Оседание Как Личинка Непосредственно Находит Подходящий Субстрат До сих пор Неизвестно То есть Никто Не знает Как Она Чувствует Новый Субстрат Как Она Вонянием Она Использует Механически Как Либо Сейчас Неизвестно Это Довольно Сложно Изучать Но Стали Ученые Следующий Момент А Как Происходит Ее Заражение Бактериями Личинка Сам По Себе Не Содержит Бактерий Она Содержит Только Питательные Жирные Вещества Бактерий Нет Материнский Организм Не Отдает Личинки Симбион Как Личинки Взять Оказалось Что Эти Бактерии Берутся Снаружи Среды Первая Была Идея В том Что Возможно Личинки Которые Имеют Кишку Возможно Они Потребляют Они Съедают Сами Бактерии Съедают И Заражаются Таким Образом Идея Существовала Довольно Долго Однако В 2006 Году В Университете Андрея Нудбанер С сахарами Показали Иной Способ Заражения Оказалось Что Бактерии Заражают Через Кожу Изначально Они Это Очень Хитро Они На Гидротермах Устанавливали Специальные Кубические Постройки Небольшие И Они Устанавливали В определенном Месте Фиксировали Это место Затем Они Через Какую-то Крымжут Кремни Через Пару Лет Совершали Некий Куриз Опускались На Это же Место И Смотрели Что Осело На Кубах И Дальше Делали Специальные Электронно-мепископические Исследования Неважно Различные Слезы Они Проводили И Делали Множество Срезов Смотрели Что В Личинке Происходит И Они Увидели Что Эти Бактерии Проникают В кожу Проникают Внутрь И Заражают Такую Сруктуру Спидоль Безентерий Это Такая Структура Которая Располагается В Личинке Над Кишкой И Дальше Ткани Активно Начинают Проэнтерировать Активно Разно Делиться Увеличиваться В объеме Наскать И Впоследствии Эта Ткань Образуется И Становится Трофосомой Органом Седиотропного Питания И На Поперечном Срезе Если Вы Разрежете Червя Поперег То Увидишь Что Трофосома Она Занимает Практически Весь Объем Тела Червя Огромная Тяж И Содерживает В Себя Огромное Количество Бактерий И Вот Здесь Представлена Картинка Сравнение Что Если Вы Берете Личинку То У нее Туловичный Отдел Содержащий Трофосомы Занимает Примерно 30% А При Развитии Червя У Взрослого Червя Этот отдел Содержащий Ток Трофосомы Занимает Уже 60% Действительно Животное Претерпевает Очень глубокие Физиологические Морфологические Изменения В своем Жизненном Цикле Для того Чтобы Существовать За счет Этих Бактерий Ну Вернемся Еще К Интересному К Самоособенностям Тому Как Следователи Изучали Различные Стратегии Личинок Личинок И Их Родителей Они Интересовались На Какую Глубину Все-таки Могут Подниматься Эти Личинки Вот Здесь Представим Результаты Работы К тому же Исследователи Марш В различных Годах Они Проводили Следующие Эксперименты Они Делали С помощью Небольших Частиц Плавающих Они Устанавливали Над Хребтом Подводный Гребень Подводного Хребта И Они Устанавливали На Разных Глубин Они Устанавливали На Глубине Примерно Соответственно 2300 Метров Это 200 Метров Над Хребтом И Устанавливали На Сотни Метров И 10 Метров Над Хребтом Зеленые Показаны Точки Которые Движущиеся Точки Красные Точки Это Те Которые Остановились Дальше Текла Не Плывут Я Напомню Что Личинки Было Предсказано Развиваться В течение 38 Дней Эксперименты Которые Проводились Занимали По Времени 30 Дней С Конца Сентября По Конец Сентября Пардон В течение Сентября И Они Смотрели Как Эти Личинки Как Далеко Они Распространяются Мне Оказалось Что Эти Частички Соответствующие Личинкам Если Запустить Выпустить На Глубине Соответственно Примерно 200 Метров Надо Литом То Частицы Будут Распределяться Но Тем не менее Дальше Они Не будут Сильно Распространяться Оказывается Что Эти Красные Точки Останавливаются Довольно Локально Над Криптом Далеко Они Не Распространяются И Таким Разом Есть Некая Стратегия Личинок Что Они Воздухоплавателями Они Высоко Поднимаются А дальше Опускаются Примерно На том же И Следования Точки Помещали На Более Низкой Глубине Ближе К Самому Крипту И Уже Как Вы Видите Подвижные Точки Красные Они Хорошо Распространяются И Таким Образом Эти Так называемые Стратегии Пассивных Личинок Она Характерна Этим Видам Которые Обитают Нелегатерл То есть Таким Образом Все-таки Личинки Не Поднимаются Высоко Они Оказываются Тем Близко Надо Поверхности Крюша И Распространяются С помощью Придонных Течений Причем Придонные Течения Те Которые Идут Вдоль Крепта С западной Страны Они Несут Личинок На Юг А те Которые Идут Вдоль Восточного Куда Тянут Личинок На Север И Дальше Были Проведены Сравнения Того Как Эти Личинки Распространяются По Если Они Могут Достигать 100 Метров То Как Выглядит Позиционная Динамика В общем Сравнили Разных Червей Которые Обитают На Разных Гидротермах Вдоль Одного Крепта Показан Хребет Который Называется Восточного Тихоокеанского Поднятия Который Тянется Вдоль Берегов Америки И Выяснили Что Структурно По Генетически Те Животные Которые Обитают На Самых Южных Гидротермах Они Сильно Отличаются Отличаются Генетически От тех Гестимитифер Которые Обитали На Более Северных Гидротермах Все Гидротермы На разных Широтах Эти Северные Гидротермы Другому Гораздо Генетически Ближе Чем К Гестимитиферам На Южных Гидротермах Это Говорит О том Что Действительно Личинки Они Далеко Не Расселяются Довольно Близко Распространяются В 2000 Годах Открыли Гидротермы В Атлантике И Здесь Казалось Совершенно Другая Картина Здесь Нет Вестимитифер Здесь Есть Чудесные Креветки Креветки Семейства Аминокориды И Креветки Тоже Облигательные Сембиотрофы Они Огромные Большие Креветки И У них Имеются Модифицированные Глаза Это Орган Которые Органом Цеплового Видения То есть Эти Креветки Они Обитают На постройках И С помощью Этого Органа Могут Познавать Где потеплее Где Поплоднее И Такими Роями Окружают Все Гидротермальные Постройки Они Выращивают Свои Симбиоты В Жаберных Камерах Вот Здесь Показан Фрагмент Жаберных Камер Который Просто Чудовищных Размеров Достигает Все Ели Креветок Аминокориды Они Маленькие У них Нет Жаберных Камер А вот Этих Есть Они И В них Обитают Симбиотропные Бактерии И Эти Личинки Элимикарис Обитают Облигатными Симбиотропами Интересно Что Магида Термоатлантического Океана Имеет Несколько Представителей Симбейства Элимикарис Одним Есть Элимикарис Которые Облигатными Симбиотками И Они Обитают Непосредственно На Клювителе И Есть Два других рода Хорокарис Альвинокарис Которые Обитают Одни Обитают В зоне Мора А другие На Клиферии И Была Показана Та же Смена Типа Питания То есть Хорокарис Например Которые Обитают На Зоне Смешения Они Одновременно Могут Питаться Как Наверное Как Все Алькаридные Личинки Так И С помощью Симбиотрофии А Альвинокарис Они Питаются Только Как Хищники Как Все Малей Криветки Совсем Недавно Уже 60-х 2000-х Годов 21-го Века Были Открыты Гидротерми В Индийском Океане Там Тоже Имеется Огромное Количество Криветок Видите Какими Раями Поплывают Склоны Построек Слюиды Это Другие Виды Но Тот же Род Вимикарисов А Дальше Под Этими Креветками Обнаружили Необычных Брехоноких Моллюсков Кризам Эти Необычные Гостроподы Характеризуются Тем Что У них Нога Несет Странные Чешуйки Их так и Называют Чешуйчут Ноги Моллюски И Стали Изучать Состав Этих Чешуйок Что У них Ходит Сказалось Что Это Такие Склериты Содержащие В себе Перит Перомэс Для Многоклеточных Вообще Это Очень Странное Свойство Накапливать Перит Такое Только Можно Найти У Бактерий Ученые Стали Зачем Это И Предположили Что Наверное Это Защитная Какая-то Функция Защитная Функция От Горячей Воды От Хищ И так Это Защитные Чешуйки Ну Интересно Что Буквально На следующий год Делали Какие-то Рейсы На Соседние Гидротерам Индийского Океана И На Соседние Увидели Еще Одних Моллюсков Таких же Чешуйки Кинетически Относятся К тому же Виду Но Их Чешуйки Были Белыми Посмотрели Строение Оказалось Что В этих Чешуйках Нет Никакого Террита Там Есть Только Белок Дальше Стали Смотреть Их Прочность И Оказалось Что Чешуйки Стоящие Только Из Белка Они В Два Раза Прочнее Чем Чешуйки Сиджащие Перик Это На Данный Момет Является Полной Загадкой Зачем Нужны Вот Эти Чешуйки Кипятовые Прямо Всего На Гидротермах Индийского Океана Имеются Такие Необычные Грухоногие Моллюски Алины Конхи Дело Что Они Необычны Тем Что Если Присмотреть Поближе На Их Ратвину То Верхний Слов Ратвина Образуют Шипики Поэтому Называют Еще Волосатыми Грухоногие Молюки Также На Гидротермах Двистского Океана Нашли Турбилярии Плоские Черви Фиолетового Цвета Обнаружили Полихет Обнаружили Морских Уточек Соногие Ракообразные Обнаружили Дельных Морских Анимонов И Интересно Дальше Сравнили Общую Общий Состав Животных Которые Обитают В Индийском Океане Вот эти Альбинеконки И остальные Перечисленные Последние Животные Они Также Встречаются И На Гидротермах Забодной Части Тихого Океана И В целом Свойственно Выделять Некие Так называемые Биогеографические Провинции Провинции Обладающие Своей Географией И Хортизующиеся Определенным Составом Животных Вот они Выделили Что оказывается Гидротермы Западной Части Пацифики Они Ближе К Гидротерму Индийского Океана Нежели К Гидротерму Восточной Части Пацифики По Составу Как раз Этих Животных Таким Образом Сейчас Стали Выделять Третью Провинцию То есть Первая Восточная Часть Тихого Океана Другая Провинция Это Атлантический Океан Третий Индийский Океан Вместе Западной Пацификой Также После этого Обнаружили Гидротермы В Южном Океане Южный Океан Это Океан Который Омывает Берега Антаптики И Они Тоже Обнаружили Непридемальные Источники Которые Покрыты В них Кишат Такие Организмы На самом деле Не просто Белый покров Это отдельные Крабы Эти Крабы Назвали Йети Со Сходством С Межим Человеком И Дело Под флуоресценцией Показали Наличие Огромного Количества Бактерий Эти Крабы Тоже Сибиотрофы И Питаются Стоящим Образом Они Как Носят На своих руках Вот эти Щетинки С бактериями И Время от времени Они связывают Эти бактерии Как Шашлык На еде И Таким образом Питаются И Помимо Этого Встречаются На гидорогах Южного Океана Морские Анемоны Множество Ракобразных Необычно Повышенное Число Морских Куточек Это сидячие Такие Устануги Ракобразные И Гастроподы Мелкие В общем Очень Интересные Конечно же Имеются Как оказалось Что Имеются Гидротермы В арктических Морях На Относительно Недавно Открыли Гидротермы Которые 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 Это Расплагается На Средне Антарктическом Квирте И Они Унарушили Необычных Червей Которые Оттосятся К роду Склеролину Эти Черви Вообще Они Часто Встречаются На Гниющей Древесине Если На Судна Деревянные Затапливаются Там Схораниваются На них Можно встретить Червей Оказалось Что Они Не только Могут Существовать За счет Древесных Которых Также Они Могут Существовать На Гидротермах Арктики Более Мелководные Гидротерм По сравнению С другими Они Поградят 2000 Метров По сравнению На Трех Четырех Кочервей Являются Сульфратом Для Выселения Различных Приконогих Моллюсков Также Там Обнаружили Необычных Бокоплавов Мелитит Которые Обитают На Самих Постройках На Домоходе Эти Постройки Они Продезуются Такими Огромными Длинными Награмами Если Вы Когда Вы Ловили Бокоплав Вы Видели Что у них Сыноки Одинаково От Гин Кладу Эти Они Продезуются Такими Длинными Ногами Которыми Они Поцепляются Эти Бокоплавы Также Являются Облигатными Симбиотрофами У них Обнаружили Симбиотов Гаммопротобактерий Точно Такие же Гаммопротобактерии Которые Встречаются В качестве Симбиотов Других Гитатомальных Организмов И В целом Оказалось Что Вот эти Арктические Гидротермы Они Сами По себе Хотя На них Очень Экитативный Гидротермолизм То есть Очень Много Выделяется Адмофлюиды Но Тем не менее Они Долго Существующие То есть По сравнению С Гидротермой Тихого океана Которая Существует Семь Слет Эти могут Существовать Дольше 100 200 И В целом Спрейзинг Это Раздвижение Технических Близ В арктических Зонах Она более Замедленная Видимо Это способствует Тому Чтобы Эти гидротермы Существовали Дольше В целом Они Приближаются По своему Устроению Скорее Они Очень Необычные Гидротермы Тем Что Они Близки К Так Называем Углеудородные Просачивания Которых на самом начале Плавило Которых Животность Существует По 100-200 лет Потому что Они характеризуются Толстым слоем Осадки Там Много Большое Слежание Метана Которого Деляется И животное За счет Этого Всего Живого И вот Эти Гидротермы Арктики Тоже Характерны Эти Особенности Для нас Поскольку Эти Гидротермы Слечаются В Арктике И Для России Это Удобно Их изучать То есть Такая Спопуляция Что Существует За счет Метана Как известно Метан Там Где метан Там Много Нефти Поэтому Для России Это Очень Хороший Источник Для Изучения В практическом Плане Который Позволит Нам Рассказывать Новые Залежи Нефти Продолжение следует